Здравствуйте, дорогие зрители! Ну что ж, продолжаем разбирать старые архивы. Сегодня мы с большим удовольствием в очередной раз предлагаем вам перенестись в прошлое. Вашему вниманию представляется один из выпусков программы «В краю родном». Был такой цикл передач на местном телеканале ТТВ. Его авторы в основном рассказывали о проблемах, с которыми сталкивались жители Татарска во второй половине 90-х. Если вы смотрели наш документальный фильм «Ламповый миллениум», то многие кадры этого выпуска вам уже знакомы. Автор программы Евгения Бекарева задалась вопросом, как летом проводят свое свободное время татарцы, и что для отдыха может предложить наш город. На дворе 1997 год. Кинотеатр «Космос» уже практически не работает, крупных спортивных сооружений еще нет, да и предприятий общественного питания не так много, как сейчас. А что же тогда есть? Да, в общем-то, много чего. И дом культуры, и дом творчества, и детская площадка. Но достаточно ли этого нашим землякам в далеком конце 90-х? Приятного просмотра! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето вступило в свою завершающую стадию. Однако август, судя по прогнозам синоптиков, может еще заставить людям массу благодатных часов для отдыха. Ведь большинство работающих стремится использовать свой трудовой отпуск именно летом. Летом отдыхают студенты, учителя и ученики. Летом длиннее световой день, и поэтому остается больше времени просто на отдых. Как проводят свое свободное время татарцы, и чем располагает их родной город для того, чтобы дать возможность его обитателям полезно и приятно провести свой досуг. Об этом наша сегодняшняя передача. А начнем мы ее с детской площадки Буратино, куда любят приходить татарцы вместе со своими детьми. Все кадры мы сняли в детском парке города Татарска. Хотелось бы узнать, многие ли люди пользуются услугами этого парка. И вот с этим вопросом я обращаюсь к сегодняшним посетителям. Пожалуйста, будьте добры, представьтесь и скажите, как часто вы водите своих детей в парк. Пугачева Елена и сын Антон. Мы сюда часто приходим, фотографируемся. В этом году мы уже третий раз здесь фотографируемся. Фотографии хорошие. Ну и на аттракционы паровоз очень детям нравится. Машину, карусели. Да здесь больше некуда просто пойти. Дети здесь и играют, и качели, карусели. Они маленькие, то даже просятся сюда. Резник Татьяна, Рома сыночек. Ходим часто, вот мы их водим, а паровозики кататься. Им очень нравится паровозик. Хорошо, хоть детям ездить поиграть. Хорошо, что... Скажите, а вообще проблема отдыха существует в городе? Да. Конечно. Вот не только для таких маленьких проблем. Даже для взрослых, для подростков. Куда вот им пойти? Некуда даже сходить. Даже ни кафе, ни какого, ни бара. Я не говорю, что для больших. Да хотя бы 15-16 лет. Да им вообще, ну некуда пойти. Для маленьких детей. Ну что это, карусели, машины. Тоже мало, это мало. Конечно, есть хорошо, но все равно не хватает. Мы с большого города. Мы с Алматы вообще сами. Мы две родные сестры, мы с Алматы. Ну здесь, ну хоть более-менее, но есть все равно. Там, конечно, город большой. Ездить погулять в зоопарке, в лунопарке. Ну хоть мало-мало, но есть. Хоть детки скатаются. Скажите, а когда приезжают здесь вот циркачи, скажем, или с концертом, какие-то коллективы, вы ходите? Ходим, когда время есть, конечно, ходим. Ходим. Детям же надо показать что-то. Им же интересно. Вот с детской площадки сюда, на детскую площадку вот со школы пришли, тоже ходят. Конечно. Ходим на цирке. Время есть, ходим, конечно, показать-то надо. А скажите, чего здесь не хватает катастрофически, вот чего, вот вам? Вы вообще любители активного? Во-первых, цветов не хватает. Тут вот ковыль вот такой, ну как, неухоженно. Конечно, стараются, я понимаю, тут климат такой, неподдающийся, конечно. Ну, прям, ну стараются, видно, что люди стараются. Хотелось бы, чтобы крустили было бы побольше. Качели бы. Для более больших. Да, конечно, не только для таких маленьких, но побольше. Игры какие-то здесь бы устраивались. Тоже какие-то организаторы, они заинтересованы в этом, должны же быть. Игры бы устраивали тоже. Интересно же для детей ходят сюда. А вообще вы сторонница активного отдыха? О, конечно. Конечно. Сами бы вы хоть куда хотели сходить? Да хоть куда можно было сходить. Так же вот и на машинках самим бывает охота покататься. Вот американские горки, ой, мы катались так вот хорошо, не только вот правда детям, даже взрослым приятно, так интересно время провести. Конечно, хорошо. А вот скажите, кроме услуг фотографий, еще какими услугами парка вы здесь пользуетесь? Вот кафе, магазин еще. Ну, ходили вот в ближайший магазин, мороженое здесь купили, здесь их нету. Ходили тоже. Ну, куда еще здесь можно? Вот с ними выйдешь только сюда же. Где в магазин? А сами вечерами куда-то ходите? Или только в гости друг к другу? В гости друг к другу, но мы не с городом, мы здесь, мы здесь, мы ходим, гуляем. Так, вечером, вот рядом с нами детский сад находится, вот вечером. Ну, мы в детский сад, вот зайдем, там вот карусельки, турники, вот это вот все, лесенки, там играем. Спортивных площадок тоже мало? Ой, спортивных площадок вообще нет. Так вот, где в оградах каких-то, до школы, в детских садах, а так... А где вы купаетесь, загораете? Да где придется. Где на речку поедем? Только что на речку, если выйти, то здесь не будет. Ну, у вас свой транспорт, или вы пользуетесь общественным? Если куда-то выезжаете. Ну, если выезжаем куда-то так, на своем, стараемся. С детьми маленькими с ними проблемы. И электричками будешь здесь иногда? Ну, электричках только когда, вот, да, загородь. Загородь. Дачи не имеете еще? Имеем. У бабушки нашего дачи есть, на даче. Сейчас ты проводишь там время на даче? Ну, вот сейчас он маленький, с ним не часто, а вот раньше, да. Ну, вообще на даче там вот и ягоды, и фрукты, вот овощи вот это есть. Конечно, ну, вообще хотелось бы, чтобы побольше проводили время на свежем воздухе. Я Орлова Галина Александровна, кассир детской площадки. Народы у нас, ну, как, деревни приезжают, так, ну, мало. Ну, в основном, например, выходные? Выходные. А в будни дни бывает мало, да? Мало. Ну, во всяком случае, парк каждый день работает? Каждый день, без выходных. Ну, у вас приемлемые цены, вообще какие-то нарекания со стороны горожан есть? Ну, бывает, бывает у нас такое. Ну, относительно, что цены у нас большие. Какие? Ну, цены у нас маленькие, две тысячи, две с половиной большие цены. Компьютер там, ну, то, что дорогой. А все. Ну, сколько? Час у нас 24 тысячи стоит. Игорь Игнатенко, фотограф этого парка детского. Скажите, пожалуйста, много у вас посетителей, и какие виды услуг, они более популярны у вас? Ну, вообще, на данный момент популярна печать и проявка пленок. Делаем мы на японском оборудовании через Омск такие услуги. Как говорится, это наиболее популярно. Ну, потом популярно дети приходят, они просят фотографироваться, цветные фотографии. Делаем мы также керамику. Вызывают нас на свадьбу, на похороны. Скажите, Игорь, сколько вам лет? Мне 21 год, на данный момент. Вот вы молодой человек. Вы испытываете на себе какие-то неудобства, связанные с тем, что здесь мало где отдохнуть. Есть мест таких, где вот молодому человеку можно отдохнуть, провести свободное время, может даже вечер. Ну, это, конечно. Я думаю, любой человек испытывает. Тем более молодой. Ну, я думаю, на детской площадке отдохнуть можно у нас сейчас. Еще где можно по-нашему? Ну, по-моему, таких мест я больше, наверное, не знаю в городе. Что вот вам, как молодому человеку, катастрофически не хватает? Чего? Ну, много не хватает, может быть. Например, у нас слабо развита сеть спортивных секций и прочее. То есть, действительно, времени очень мало. Может быть, какое-нибудь кафе, вот именно вечернее было бы. Было бы неплохо, я думаю. Ночное, да? Да, может быть, даже ночное. То есть, чтобы народу было интереснее. Ну, вот у вас много молодых друзей? Ну, наверное, много. И как вы проводите обычно в свободное время? Ну, обычно в свободное время, я думаю, на даче. Больше нигде. Единственное место пока, да? Да. Нет пока детей? Вы еще не женаты? А дружите с кем-то? Нет пока. Тоже ни с кем не дружите. Ну, а вот с девушкой тут пойти решительно некуда, да? Ну, это конечно. Потому что... Вот вы познакомитесь с девушкой, куда вы ее пригласили? Да, раньше кинотеатр «Космос» был. Люди ходили, а сейчас видики и прочее. Я думаю, некуда больше. В общем, красиво и так, ну, как-то очень интеллигентно, что ли, провести отдых или свободное время. Вот с девушкой, которая вам понравится. Здесь практически негде, да? Ну, здесь практически негде, если только вечером опять же здесь же посидеть, на детской площадке. Был бы какой-нибудь парк, если бы его сделать. Зелень какая-то. Как бы я так лично? Да, может быть, даже так было бы неплохо. В «Пингвине» нам снимать не разрешили. Что ж, это теперь личное право любого предпринимателя. Но вот с людьми, которые согласились с нами побеседовать по данной теме, вне стен кафе, мы все-таки встретились. Нет, нет. Ваши товарищи, друзья бывают? Ну, друзья бывают. Ну, здесь можно как, легкие закуски какие-то, даже выпить пиво, да? Да. И запиво в основном? Ну, да, в основном из-за этого, потому что тут можно выпить. Скажите, как вам понравилось кафе «Пингвина»? Да, мне понравилось кафе, очень уютно, приятно так зайти, посидеть, отдохнуть. Но вечером я не бываю, у меня времени нету на это. Ну, чем оно в основном привлекает? Ну, своим уютом. Как сказать, хорошо там, уютно, обделано так, прилично. Ну, еще не знаю. Домашняя такая. Да, 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 да. Потом вот мужчины говорят, здесь всегда хорошее пиво есть, это тоже в жаркий день? Можно, конечно, конечно, да. Еще что, мороженое? Мороженое, манты, я вот взяла. Манты, да? Чтобы не готовить, да? Да, потому что мне некогда, я на работе, в школе идет ремонт обильный, мне некогда, лежит дочь в больнице, поэтому я быстренько соскочила, чтобы тоже... Скажите, цены нормальные? Нормальные, нормальные, можно, по нашим, конечно, сейчас ничего. А мы продолжаем наш дальнейший путь по местам отдыха Татарска. Как вы догадались, это ресторан «Заря», что находится в здании гостиницы. Нам повезло в том, что в этот день зал был убран и стал и сервированный на заказ. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Куманологова Людмила Анатольевна. Людмила Анатольевна, у вас один из немногих ресторанов города Татарска. Скажите, пожалуйста, как много у вас посетителей и чем вы их все-таки привлекаете? Ну, контингент посещаемости очень низкий. Это не от того, что там мы не можем их накормить вкусно или какие-то другие, или там дорого. Дело в том, что сейчас зарплату не дают людям. Вот весь смысл в том, что денег у людей нет. А то, что если у нас какие-то бывают обслуживания по заказу индивидуальные, то мы с ними составляем меню. И все, что они заказывают, что они желают, все есть у нас. Такого нет у нас, чего-то у нас не было, такого у нас еще никогда не было. Чтобы наши гости, которые приходят к нам, заказали, и у нас не было. Но я имею в виду, когда по заявке. А когда просто вот обычные дни, там обед, ужин, у нас все есть. И холодные закуски, и если нужно первое, и первое есть, пожалуйста. И второе, и заказные блюда. И, в общем-то, все в ассортименте. У вас это основной зал, есть еще и банкетный зал? Есть банкетный зал. Пожалуйста, можем пройти банкетный зал. Можем пройти посмотреть, да? В мартовские дни, в преддверии 8 марта, значит, у нас бывают конкурсы. Правда, у нас мои повара занимали призовые места, первые места. По району? Ну, в городе, в городе. В городе. А по району сейчас таких нет конкурсов. Мы не приглашались, во всяком случае, уже более 10 лет. Не проводится почему-то, не знаю. А когда-то, когда-то, это лет, наверное, 20 назад, да, такие конкурсы были, нас приглашали. Кстати, мы там заняли третье призовое место. Это было очень давно. А сейчас у нас вот ежегодно проводятся вот такие вот конкурсы. Выставка. Нет, это не дюнь года, это вот мартовские дни предпраздничные. 8 марта. Да, да, да. Татарск – крупная узловая станция. Именно это преимущественно и дало право развитию города как административному центру. А вот место, место выбрано не по природным достоинствам. Рядом нет речки, озера. И людям в жаркий день приходится довольствоваться очень малым. Меня зовут Саня. Саша, ну вот я вижу, вы с друзьями вот здесь. Скажи, пожалуйста, куда вы сейчас вот идете? На Козенка купаться. Саша, ну а что, больше места в Татарске нет? Нет. Все сюда ходят купаться. Здесь и песок, ну и вода. Ну, хоть не хорошая, но все равно можно купаться. Это относительно, да? А если бы, например, у вас был бы здесь татарский бассейн путевый? Какие-нибудь бы еще бы? Ну, если бы был бы путевой бассейн, мы бы ходили купаться туда. Сюда бы не ходили. Если бы там бассейн была чистая, была бы вода, и туда бы ходили купаться. Отдыхаем, сгораем. Можно так сказать, что больше другого места в Татарске нет, как только здесь. Кешинский котлован. Ну, да. Кешинский еще кирпички, но мы туда не ходим. Большинство людей здесь собираются вообще купаться. Я вообще приезжая здесь. Я на лето только приехала. В гости к нам? Ну да. А откуда? О, из Рубытнанок. Там, в Салихарда, в севере. А у вас там есть такие водоемы? Как на севере? Какие водоемы? Там еще в куртках ходят. Ну, а, например, закрытые бассейны купаться? Ну, есть закрытые, есть. Купаться. Ну, если есть. Ну, да, такие, куда есть там, где купаться. Ну, а вот это сравнило, как в бассейне, например, и как вот здесь. Относить сюда можно? Да. Да нет, наверное. В бассейне-то в бассейне. Бассейн лучше, конечно? Да. Ну-ка, смотря, ну, для зимы бассейн. Для лета. Да за зиму бассейн надоедать. Хочется на солнце. Вот мы и побывали с вами в тех немногих местах, куда могут пойти и поехать горожане вместе со своими знакомыми, близкими, детьми. Не густо, скажете вы. Сегодня, думая лишь о трудностях жизни и хлебе насущном, мы нередко забываем, что человеку для счастья нужно еще кое-что. Да и не только для счастья, просто для того, чтобы не черствела душа, чтобы рождались положительные эмоции, чтобы, наконец-то, было что показывать детям, воспитывая их на красивом, учить их к правилам поведения, на отдыхе. Ведь понятие отдых включает в себя очень многое. Это и культура, и мировоззрение, и воспитание, и любовь к своему городу, наконец. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон»